Ежедневный уход за новорожденным. Здравствуйте! Сегодня мы вам покажем, как делать утренний туалет новорожденного. Нужно ребеночка положить ножками к себе. Но для того, чтобы вам было видно, мы расположили ребеночка сегодня именно так. Начинаем обычно с умывания. Для этого мы берем ватный шарик и кипяченую водичку. Мочим хорошо ватный шарик в водичке и моем ребеночку лицо. Протираем ему лобик и носик, подбородочек, щечки, за ушками протираем. Потом мы берем еще два тампончика, немного намочим их в воде, чтобы они были полусухие. И протираем глазки от наружного угла ко внутреннему. Тампончики должны быть обязательно разные. Если вы увидели, что глазки покраснели или гноятся, вы, пожалуйста, обязательно обратитесь к врачу. Потому что по своей воле глазки ребеночку ничего не капаем. И вообще лекарств никаких не даем. Потом мы обращаем внимание на пупок. Пупочная ранка должна быть сухая к седьмому-десятому дню жизни. Для того, чтобы обработать пупочек, нам нужна перекись водорода. Мы мочим ватный тампончик в перекиси и обрабатываем пупочек. Здесь у нас пупочная ранка абсолютно сухая, перекись не пенится. Потом мы обрабатываем пупочек зеленкой. Обращаем внимание на паховую область. Обязательно смотрим внимательно все паховые складочки, ягодички. Потом мы берем маслица. Это может быть детское масло или любое нерафинированное простерилизованное масло. Мы смачиваем маслом ватный тампончик и тщательно обрабатываем все естественные складочки. Паховая область, ягодички, и подколеночками, и подмышечные складочки. Можем поменять тампончик. Обязательно шею. И за ушками. Ушки ребеночку не чистим, а чистим мы ребеночку носик. Для этого мы берем и делаем ватный жгутик. Ватный жгутик у нас делается из ваты. Немного смачиваем маслом. Скатываем жгутик. И прочищаем ребеночку носик. Или двумя разными жгутиками. Или, как я сейчас делала, двумя концами одного жгутика. Если у ребеночка шумное дыхание, и кажется, как будто он хрюкает, тогда нужно закапать в носик капельки с морской водой и воспользоваться грушей. Потом немного подождать. И можно воспользоваться вот такой грушей для того, чтобы отсосать ребеночку слизь. Вот так. И вот так. На этом утренний туалет ребеночка закончен. Можно ребеночка пеленать. Можно ребеночка пеленать. Продолжение следует. Продолжение следует...